В сегодняшнем нашем выпуске я бы хотел поговорить о таком редком явлении, как армянские блогеры. Причем я бы вас попросил досмотреть до конца этот выпуск по принципу советского телевидения, когда хор Пятницкого открывает концерт, а Пугачева выступает уже в финале. То есть от вокала к попсе в этом смысле. А тема сегодняшняя важна, потому что армянских блогеров может и много. Я не знаю, но тех, кто занимается исключительно антидеформационной политикой в условиях информационной войны со стороны Азербайджана, у нас мало, да еще и русскоязычных. Мало еще, ладно. Даже эти самые мало, все разрозненные, и порой правая рука не знает, что делает левая. Я сегодня обращу внимание на пять блогеров, те, из которых я сам с удовольствием слушаю, смотрю и вам рекомендую. А других, так сказать, черные блогеры, это в самом конце, ну это будет один, сам я его не слушаю и вам не рекомендую. А кто подписан, отписывайтесь. Но до него мы еще дойдем. Потому что вы являетесь через таковых черных блогеров питательной средой для азербайджанской пропаганды, для азербайджанских масс. И я вам это докажу, если досмотрите до конца. А пока ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан. И спасибо за донаты, если донатите мне или хорошим, честным блогерам. Не обязательно мне, которые работают для вас и о которых в том числе сегодня мы поговорим. О ком вкратце, о ком развернуто. Итак, первый блогер Айк Авакимян. Лично я с ним не знаком, заочно да. Во всяком случае не виделись в жизни. Но это один из блогеров, который искренен, умен, умеет расположить. И я считаю его человеком достаточно талантливым. Сам с удовольствием его смотрю. Правда, только те темы, что интересуют меня. Рекомендую и вам этого человека. А если среди вас есть те, кто смотрит его, помогает каналу, то понимают, о чем я говорю. Насколько я знаю, Авакимян тоже не первый год в армянском русскоязычном информационном пространстве. И достаточно грамотно озвучивал весь антагонизм на азербайджанские нападки в исторических и других сферах. Есть у него и абстрактные темы на канале. Поэтому я и говорю, что-то я смотрю, а что-то я пропускаю. Второй блогер, которого я слушаю тоже с удовольствием и тоже не знаком с ним, это Шерван Григорян. Когда я впервые его увидел, подумал, что, ну, наконец-то, да, стало просыпаться уже молодежь на нужную тему. А то блогеров-то молодых много, а знающих еще и по армяно-азербайджанской части, к сожалению, с Гулькин носит. Ну, или с Ильхамкин носит, если угодно. Есть у меня к Шервану замечания, но они не принципиальные. Единственное, если он меня смотрит, хочу сказать Шервану, что современный Азербайджан относится к государству Шерванидов или Шерван ровно такое же имеет отношение, да, как современный Ирак к Осирии. То есть земля та же, но население совершенно другое. Уверен, Шерван это знает. А еще, если пропагандисты затронут твое имя в Суе, стоит им напомнить, что Шерваниды не только не тюрки, само название иранское, да, но и вовсе сосанитского, древнеиранского происхождения. Один из основателей которого является Ардашир Первый. Также напомню, что на заре своего политического становления Шерваниды, кроме других языческих богов, поклонялись богине Анаид, на которую азербайджанцы выливают ушат грязи. Да-да, друзья, Шерваниды, как и армяне, поклонялись Анаид, а сосанитский Ардашир это и есть армянский Арташес. Иначе говоря, это только доказывает близость и связи с древнейших времен армян и перцев и с тех пор, когда азербайджанской оттарой не пахло. Поэтому государство Шерван ни в коей мере не ассоциируется у армян с азербайджанцами, как бы они этого не хотели. В Армении есть иранский даже ресторан, насколько я знаю, Шерван на улице Туманян. А армяне могут спокойно называть именем Шерван своих сыновей, если угодно. Следующий блогер не армянский, скорее проармянский. Это Александр Лапшин. Возможно, он не стал бы и проармянским, если бы на себе не испытал эту вот дикость, авторитаризм, армянофобию, да и тот же антисемитизм в Азербайджане. Ему никакой армянин не расскажет об азербайджанских дикарях, так как он сам, Лапшин, знает, кто они. Поэтому смыслом его жизни стало бороться с режимом Алиева в Азербайджане. По сути, Лапшин не только проармянский, но и проазербайджанский. Только алиевским азербайджанцам нужно больше мозгов, чтобы это понять. Армянам в этом отношении, конечно же, проще. По сути, Лапшин делает работу за каждого армянина, каждого из нас. Когда ездит по парламентским группам мира, различным инфоагентствам мира и рассказывает о режиме Азербайджана и к зверствах над арцахцами и в самом Арцахе, над памятниками Арцаха. Поэтому каждый из нас обязан помогать ему в этом вопросе. Отелями, перемещением, финансами, чем угодно. И 100 рублей деньги, и 10 долларов деньги. Это вам кажется, что этого будет мало. Но с миру по нитке, как я уже говорил, будет далеко не мало. И я не принимаю оговорки. Я не знаю, как перевести, что такое донат и так далее. Не знаете, значит не хотите. И нужно в комментариях писать «не хочу», а не «не знаю». Это я сейчас привел пример того, что у меня обычно в комментариях пишут. Так вот, помогайте нашим армянским, проармянским, неважно, блогерам. Многие блогеры делают работу за каждого из нас. Возможно, я буду единственным блогером, кто просит не за себя, а за других. Не мне, так хоть другим нашим помогайте, переходя на их канал с моего канала. Ничего страшного. Далее речь пойдет о своеобразных блогеров, один из которых Микаэл Хачебабян. Известная личность на Украине. Я сразу хочу попросить прощения, понимая, что меня поправят от «на» в «в». Увы, по-русски «на». На Украину. Это не потому, что я плохо к Украине отношусь. Наоборот, я очень люблю Украину. Но я говорю по-русски. И меня с детства учили на Украину, на Кубу, на Ямайку, на Камчатку, на Сахали, на Аляску. И в Гондурас, в США, в Японию, в Германию, а также во Францию, во Вьетнам, во Флориду. Таковы нормы русского языка. И, как всему творящемуся нынче между Россией и Украиной, это самое «на» отношение не имеет. Так вот, Микаэл Хачебабян, отличный блогер, я бы даже сказал, не столько блогер, сколько человек, знающий толк ведения антидеформационной политики. Но, к сожалению, хоть он и армянин, хоть он и гражданин Армении, а не Украины, тем не менее сидит и топит за Украину. Я считаю, таких, как Хачебабян, нужны нам, нужны как воздух. Чтобы весь свой талант они направляли из Геревана на восток, туда, в Баку, где ведется мощнейшая антиармянская пропаганда. А он сидит и занимается Украиной. Ну, очень досадно. Украиной и так занимается там вся Европа. Одна, наверное, вот из тех, где я был в последнее время, Япония. Это, наверное, единственная была страна, где не было никаких там, я не знаю, плакатов за Украину и так далее. Правда, один плакат висел в Токио, но это было на заборе посольства Соединенных Штатов в Японии. А так вся Европа. То есть за Арцах, за Армению столько не стояли в Европе, сколько вот за Украину. Еще и нашим соотечественникам не хватало отвернуться от своих же Арцахцев, которые сейчас нуждаются в помощи. И вообще Армении, которая сейчас просто вся в нападках от Азербайджана. И они спокойно занимаются Украиной. Ну, ребят, подумайте. Я не могу на вас никак влиять, да и не имею права. Вы большие дядьки. Ваше личное дело, что вам делать? Я вам просто хочу подсказать. Может быть, вы и сами додумались бы. Но вот я сегодня это сделал и подсказал. Ну и последний, прости меня, господи, блогер, вернее, черный блогер, о котором я говорил, которого не смотрю, но его физиономия часто мелькает в азербайджанских СМИ, поэтому приходится сталкиваться. Так как он любимец Азербайджана, азербайджанской прессы. Это Роман Багдасарян. Этого недоумка Тамаду сделали вы своими просмотрами. И я считаю этого человека олицетворением спада образованности армян. Так как есть такие, которые его слушают, к сожалению. А слушают его потому, что он нащупал самые слабые места современных армян постсоветского пространства. Ну, например, скажем, их ненависть к прежним руководителям Армении. Нащупал справедливое недовольство армян на Россию. Справедливое, я повторюсь, заметил, что армяне приковывают свое внимание к экрану, если там слышат всяко разные сплетни о тех, кого они ненавидят. Все это прощупал Роман Багдасарян. А его зритель даже не понял, как стал адептом негласного азербайджанского посланника в Армении и их же стукача. Они даже не обращают внимания, какие гадости Багдасарян говорит о своих соотечественниках. Тем самым давая пестрые заголовки нашим врагам. Вы даже не представляете, как Багдасаряна обожают эти враги и все, кто им сочувствует. Между тем, человек просто лжец. И я далеко не сторонник прежних властей. Далеко не сторонник прежних властей. Кто меня смотрит все эти 10 лет, прекрасно помнит, с какой критикой я выступал в адрес того же Сержа Сарксяна. И в адрес Пашиняна с критикой я выступаю. То есть я не за тех и не за нынешних властей. Я просто на себе убедился, что Багдасарян вводит вас за нос. И как настоящий Тамада делает это с попыткой убедительности. Ведь, как я уже говорил, он понял слабые места армян. А вот недавно он соврал и обо мне. Первое, чего он сказал. Арутюнов не имеет права говорить плохо об армянских властях. Хотя бы потому, что он не гражданин Армении. Значит так. Арутюнов столько всего сделал на информационном поле для Армении и армян за 10 лет. Что имею полное право говорить то, что думаю. Арутюнов начал делать для Армении еще тогда, когда Багдасарян свадьбы московские вел. И зарабатывал деньги с тех московских бизнесменов, которых теперь он кроет. На чем свет стоит. И, наконец, Арутюнов имеет право критиковать власти Армении потому, что Арутюнов гражданин Армении. Это первое доказательство, что Багдасарян вас вводит за нос. Второе доказательство, что он говорит обо мне. Где был Арутюнов, когда в Арцахе была война? Почему его не было в Арцахе? Мартуни в полуразрушенном состоянии пострадал практически каждый второй дом. Посмотрите. От неразорвавшегося снаряда. Это все, что осталось от дома вот этой вот несчастной женщины. Муж ее погиб. Я не буду спрашивать, где в это время был Багдасарян. Видимо, гуманитаркой занимался в Армении. Там, где жопа теплее была. Там, где не стреляли. А я как раз в Арцах ездил. И у меня туда, вернее, оттуда, и туда, и оттуда были сюжеты. И мои зрители знают об этом, видели эти сюжеты. Котинок, Аббас Джума, другие журналисты. Все мы вместе ездили. Выполняли свой журналистский долг. И распространяли материалы по всему миру. И выехал Арутюнов оттуда за два часа перед передачей Бердзора Азербайджану. Мы были в одной машине с Аббасом Джумой. За два часа рано утром мы выехали уже из Арцаха. До того момента, когда Бердзор должен был отойти уже Азербайджану. Я хорошо помню, как я встал, вышел в вот этой вот церкви. С машины я вышел на повороте, которая в Бердзоре. И сфотографировался у этой церкви. Как чувствовал, что я здесь последний раз. Пока живу. Но уверен, что еще буду. Но сейчас речь не об этом. Так вот, когда уже российские, с позволения сказать, миротворцы въехали в Арцах. Мы уже оттуда выезжали. И все это я снимал и показывал. Еще раз повторюсь. Погода такая новогодняя. Стоим, проехали Бердзор. Подъезжаем к Лачину. Стоим в Лачинском коридоре. Здесь вот и российские миротворцы, и пробка вот такая вот образовалась у меня за спиной. Но я думаю, скорее всего, это пробка из-за погоды. Скоро двинемся дальше в Степанакер. Блин, как же красно. Добрый день. Добрый день. Приснимайте, пожалуйста. Ну, флаг турецкий дайте снять. Флаг турецкий снимем. Дерево. Сколько у вас машин? Человек. Трое. Трое. Доказательство вранья Багдасаряна, это то, что он сказал, Арутюнов попросился на канал АРМ-ТВ, чтобы распиарить свой антитопор. Тут я хочу заметить, кто не знает, что этот московский тамада Багдасарян одно время работал ведущим на канале АРМ-ТВ, который потом закрылся. В году 15-м у него на программе была советская диктор центрального телевидения Анна Шатилова. Багдасарян делал с ней интервью. Так вот, я действительно первый написал Багдасаряну, но не для того, чтобы он меня пригласил и я пиарил антитопор, а для того, чтобы он поделился контактами Шатиловой. Так как в 89-м году, когда были сумгаидские, бакинские погромы, Шатилова работала диктором. И мне хотелось у нее узнать, почему они врали, что в Баку ситуация нормализовалась, между тем, как там шли вовсю вот эти вот самые погромы. То есть Багдасарян, как журналист армянин, должен был сам у нее все это разузнать, а он с ней хи-хи-ха-ха. Ему не до погромов было. А уже тогда я занимался антиазербайджанской темой. Вот он удалил свою страницу, но некоторая переписка есть. Вот мое первое к нему сообщение, где я представляюсь и не в эфир к нему прошусь, а контакты Анны Шатиловой спрашивают. В эфир он меня сам пригласил и я ему сказал, что давай после Сирии. Я буду в Москве после прилета из Сирии и как раз будет что рассказать зрителям. Это третье доказательство, что он вам врет. Думаю, какой бы наивный и безграмотный не был зритель Багдасаряна, в душе он должен был понять, что если бы Вадим Арутюнов, извините, нуждался бы в пиаре, то он попросил бы многочисленных своих знакомых знаменитостей от зарубежья до российского пространства. И они бы его только так распиарили. Сделали бы Арутюнову контент. Более того, Арутюнов работал на федеральном канале и там имеет связи. Зачем Арутюнову бюджетный АРМ-ТВ с 15,5 зрителями и с примитивными двумя программами интервью и поздравлениями музыкальными? Вот вам третье доказательство. Четвертое доказательство, последнее. Как обычно это бывает в азербайджанских и проазербайджанских обществах, чтобы больше унизить того, кого ненавидишь, нужно назвать человека мужеложцем. Если вы заглядываете в комментарии Алиевщины, то каждый раз, наверное, каждый второй из них, я имею ввиду, из комментаторов Азербайджана, только об этом и говорит. О мужеложстве. А все потому, что они и есть латентные педерасты. Вот и Рома Багдасарян, чтобы, как ему кажется, припустить меня, воспользовался братской азербайджанской пропагандой. Рома, чья бы корова мычала? Чья бы корова мычала? Кто, как не ты, в курсе, что о тебе твои московские земляки говорят? И даже интимные фото одно время рассылали. И ты этого не знаешь? И я был одним из тех, кто тогда сказал, что мне все равно, какая ориентация Багдасаряна. Он мне не друг, не брат, не сват. Обычный фрик, который всех кроет. Возможно, из-за сексуальной неудовлетворенности. И я не стал уподобляться азербайджанцам, или тебе, или кому бы ты вообще другим, и говорить о сексуальной ориентации Багдасаряна. Я говорил, это его личное дело. Этот подонок ни с того ни с сего заговорил обо мне. Знаете, когда их Арм ТВ разваливался, один мой знакомый, режиссер, хотел помочь им. И у него была своя концепция развития канала. И он предложил меня, Арутюнова, в качестве ведущего. Так вот, Багдасарян устроил такой ор и показал, что завидует мне и боится меня. Так что, то, что я вам показываю, это с разрешением моего собеседника из личной переписки с ним. И в заключении скажу, Армения пока не здорова, если по ее земле свободно ходят такие предатели и подонки. Такое предположить пять лет назад было бы невозможно. А теперь возможно. А у предыдущих блогеров я прошу прощения, что начал выпуск с их достойных имен, а заканчиваю говном. Надеюсь, тут сработает в самом прямом смысле выражение «начал за здравие, закончил за упокой». Увидимся совсем скоро. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»